Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава книги притчи, перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет. 24 глава продолжает 30 изречений. Эти 30 изречений, кстати, очень трудно подсчитать, потому что непонятно, где заканчивается одно, где другое. Они вот такие переливающиеся, можно объединять их два в одно или разделять, например, одно длинное на два или три коротких. Но, может быть, число 30 это вообще не очень много, но достаточно. Вот такое число без особого символического значения, ну, скажем так, порции урока, которую можно переварить за один раз. Не завидуй людям злым, не стремись стать одним из них. Их жестокие затеи у них на уме, их уста кому-то беду готовят. Ну и что? А завидовать-то можно, ведь они же при этом получают прибыль большую, у них все хорошо в жизни. Мудрость и возводят судом, разумением он прочен, а знания наполняют покой достатком, драгоценным и желанным. Вот что дает прочность в твоей жизни и достаток вовсе не хитрые козни, не махинации, а мудрость, разумение, знания. Кто мудр, тот силен, кто обладает знанием, тот могуч. Ведя войну, выслушивай советы, победа там, где советников много. Несколько раз уже было это изречение в более или менее похожих формах, и смысл его понятен. То есть война, это такое время наивысшей опасности, когда ставки самые высокие, и вот если ты просто сам по себе принимаешь решение, то риск ошибки очень велик. Но всякий ли советник будет услышан? Мудрость для глупца недоступна, у ворот городских ему рта не раскрыть. Ворота городские – это место, где весь город собирается, то есть так, чтобы его услышали. Вот глупец, он будет тоже советовать что-то, но только это все никому не нужно слушать. Кто замышляет зло, того прозовут коварным. Затея глупца – грех, и мерзок людям наглец. Если в день беды ты пал духом, беден ты силой. Банальности, да? Плохо быть плохим. Если ты пал духом, то силы у тебя нету. Ну да, ну да, ну очевидности. И вдруг, вот интересно, как книга притчи, мы уже не раз замечали, она дает такие банальности, черное – это черное, белое – это белое. И вдруг какая-то неожиданная мысль. И может быть, она ровно для того и обрамлена этими банальностями, чтобы ее приняли. Вот на уровне этих банальностей сказали, да, ведь это то же самое. Выручай ведомых на смерть, не отстраняйся от обреченных на гибель. Ты скажешь, мы же не знали об этом, но испытывающие сердца ведают, все знают. Страж твоей жизни, он каждому воздаст по заслугам. Мы же не знали об этом. Мы не знали об этом. Такая постоянная фраза, когда рядом там строятся концлагеря, массовые казни, пытки, что-то происходит совершенно жутко. И потом спрашивают людей, которые мирно жили рядом, занимались своей маленькой жизнью, общались с этими палачами, карателями, пили там с ними пиво, девушки танцевали, и никто вообще даже не говорил ни слова дурного. Мы же не знали об этом. Мы же даже не догадывались, что у нас тут концлагерь рядом с нашей деревней. Откуда нам знать? Но испытывающие сердца ведают, знают, страж твоей жизни. Ты точно не знал или ты не хотел знать? Ты точно не обладал никакими сведениями или просто ты к ним не прислушивался? Или ты сделал выбор? Выручай ведомых на смерть, не отстраняйся от обреченных на гибель. И даже не сказано, правильно их ведут или неправильно, может быть, это враги, может, они плохие. А вот просто выручай обреченных на смерть. Помогай этим людям. Потому что у твоей жизни есть страж, который тебя может выручить. Очень небанальная мысль, правда? Очень актуальная. В 20 веке много таких историй. В 21, похоже, тоже начинаются. Сын мой, вкушай мед, ибо он хорош, ибо сладкий сотый для твоего рта. Ну, банальнее ничего не скажешь. Правда, вода мокрая, снег холодный, мед вкусный. Такова и мудрость для души твоей. Если нашел ее, есть у тебя будущее, и надежды твои не погибнут. Вот за банальностью следует совершенно небанальная мысль. Мудрость еще и приятна, она сладка. Она не просто цена об этом много, но она еще и сладка. Приятно быть мудрым. Не счастливец, не устраивай засаду дома праведника. Обители его не разоряй. Праведник семь раз упадет, но встанет, а не счастливый споткнулся и бедаем. Кто такой праведник? Тот, кто не грешит? Нет, тот, кто упадет, но встанет. Вот хороший принцип, между прочим. И поэтому не счастливец, не устраивай засад, потому что ты заставишь его упасть, ты его уронишь, что называется, но он встанет, он поднимется, а ты уже нет. С другой стороны, я-то праведник, они-то все не счастливцы. Пал твой враг, не радуйся, споткнулся, пусть не ликует твое сердце. Иначе увидит Господь, сочтет это злом и свой гнев от твоего врага отведет. Не злорадствуй. Если Господь его уронил, да, то твое злорадство может быть зачтено ему в оправдание, потому что ты над ним посмеялся, ты выместил свою злобу над ним, и все, и Господь дальше его спасает. Ты хочешь, чтобы он его наказал, тогда не злорадствуй. Ну, конечно, мы скажем, мы не злорадствуем, потому что мы желаем всем людям добра, потому что, ой, ведь это ведь не совсем так. Вот точно я знаю, что есть люди, которые, если с ними все будет плохо, у меня в душе где-то шевелятся. Вот так им и надо, такие они, гады-сволочи, да? Вот не злорадствуй, потому что тогда ты отдаешь свой суд Богу. Ты не судишь этих людей. А если ты присваиваешь Божий суд себе, то тогда, наоборот, Господь не станет их судить. Здесь, конечно, Ветхий Завет, здесь идеала прощения всех нету. Не завидуй злодеям, нечестивцам не завидуй, а иногда хочется. Ибо у зла нет будущего, и светильник нечестивых погаснет, невзирая на то, что у них, может быть, денег много, и друзья кругом, и вообще все у них в жизни складывается. Бойся Господа, сын, и бойся царя. Изменников сторонись, ибо беда придет от них внезапно, сам не знаешь, какое навлекут несчастье. Изменники кому? Богу и царю, видим. Кто-то изменил Богу, кто-то царю, кто-то тому и другому. И главное, что когда человек изменяет, то неизвестно, где и когда он изменит в следующий раз. Он тебе изменит, хотя вроде с тобой договор заключил. Но вот 30 изречений закончились, а мудрости еще довольно много, в том числе в этой главе. Вот другие слова мудрецов. Даже не сказано, чьи, то есть здесь уже даже авторство Соломана не приписано. Пристрастный суд – недоброе дело. Кто оправдывает нечестивца, проклят народами, отвергнут племенами. То есть всеми, даже не Богом, не Израилем, а вообще всеми народами. Но, конечно, извращение суда никому не нравится, кроме тех, кто выгоду получает. Но благо тем, кто его наказывает, нечестивца. То есть не зайдет на них благоволение. Вот справедливость в том числе предполагает наказание для зла. Верный ответ, что поцелуй в уста. Как здорово, да? Всего лишь верный ответ. Обустрой сперва двор, займись своим полем, а потом уж строй себе дом. Вообще какая-то бытовая мудрость. Сначала территорию, а потом дом. Ну, наверное, потому что, собственно, поле, на котором посевы или стада пасутся, оно вот и дает средства для дома. Сначала вот надо расчистить площадку. Не торопись сразу вот все, да, вот постепенно, шаг за шагом. Не свидетельствуй ложно против ближнего, пусть не будет на устах твоих обмана. Да, логично, уже много раз это было. А дальше, не говори, как он со мной поступил, так и я с ним воздам ему по заслугам. То есть, может быть, повод, месть, банальная месть, то есть, желание каким-то образом наказать человека за то, что он сделал. Вот и она не дает тебе права и повода так обращаться с человеком. Еще одна юмористическая зарисовка у нас про пьяницу уже была. А теперь, конечно, про лодыря надо. Проходил я раз мимо поля лодыря, мимо виноградника неразумного хозяина. Так вот, повсюду разросся терновник, все заполонили сорняки, развалилась каменная ограда. Посмотрел я, поразмыслил, вот что увидел я и понял. Еще чуть поспишь, подремлешь, еще посидишь, сложа руки. И придет к тебе бедность, как бродяга, нагрянет нужда, как грабитель. То есть, бедность и нужда, они сравниваются с бродягой и грабителем. Бродяг, который там стащить что-то может, неприятный такой человек, грабитель, он уже не только может, но и хочет у тебя все отнять. Вот бедность и нужда, это не просто обстоятельства жизни, это что-то такое, что ты сам на себя навлекаешь своим безделием. И так очень резко это написано, да, вот бедность и нужда как бы вынесены за пределы жизни человека, они приходят, но ты их приманиваешь собственной ленью. На этом завершается самая большая часть книги притчи, Большой Соломонов сборник. Ну, а после Большого Соломонов сборника будет маленький, это 25 глава и дальше.